Итак, доброе утро, дорогие друзья, доброе утро. Мы начинаем наш первый урок после Песоха. И начинается, как начался Новый год, можно сказать, первый месяц, праздник Песох, новое рождение. Есть такое мнение, есть. Давайте всем доброе утро, добрейшее, веселейшее утро из Киева. Я сейчас в Киеве нахожусь. И сейчас, сегодня у нас получается, если 15-е было это воскресенье, 16-е понедельник, 17-е Ниссана, 17-е число месяца Ниссана. И сегодня у нас идет второй день отчета Омера, второй день идет от Песоха. И интересно, мы сейчас находимся, вот я сегодня хочу поговорить немного про эти законы. Мы находимся сейчас в двух таких разных периодах, да, то есть сейчас такие очень интересные периоды сейчас идут. Вот человек живет, 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 и он находится все время в разном периоде, то есть он находится в разных обстоятельствах. Например, самый простой пример, человек живет, сейчас лето, сейчас весна, сейчас весна, например, да. Бонжорно из Италии, Наташа Ско. Например, сейчас весна. Человек живет в периоде весны, значит весной становится теплее, он снимает зимнюю одежду, снимает зимнюю одежду. Весной, значит, у него зелень появляется на столе, раньше так было, во всяком случае, что только с приходом времени года появлялись вот те, те, ту еду, да, ту еду, которая, которая ему в это время была готова. Да, время, кстати, перевели, я так нахожусь в Тиеве, то есть сегодня 10 по-тиевскому, я не знаю, сколько по Москве, сколько сейчас времени по Москве. У нас, наверное, сбился урок по остальным временам, кроме Тиева, но в Тиеве 10, то есть я нахожусь по тому времени, в котором нахожусь сейчас, да. То есть сейчас в Тиеве назначили какие-то люди, которые определяют времена в Тиеве, да. Местные, местные, как раньше были звездочеты, а сейчас есть тоже какие-то местные люди, которые определяют, сколько времени в каждой стране. Вот эти люди, они, раньше это были астрологи какие-то, да, звездочеты, а сейчас просто какие-то люди, даже не знаю, кто эти люди. И они определили, что вот было до несколько дней назад, это было 9, а сейчас мне сказали, нет, уже не 9, 10, переводим часы. И мы, простые люди, пользователи часов, мы, как сказать, послушно, послушно перевели часы и в Израиле 10. Все, видите, Вика Горловецкая тоже в Израиле, тоже специальные люди, они тоже перевели часы. А в России, наверное, как и было 11, так и осталось 11, да, или уже 12, сколько в России сейчас есть, кто знает. В общем, получается так, что, у тебя фонарь горит, в Латвии тоже 10, отлично, и в Москве 10. Вот, наконец-то, мы с Москвой сравнялись, да, по времени теперь и в Израиле, и в Москве везде 10. А в Алма-Ате 13, пишет Аида Шаномов, да, 13.00, тоже неплохо. Так вот, получается так, человек живет в разных ткуфот, ткуфа это как в разных периодах. Есть период временной, да, то есть нам вот сказали, сейчас 10 или было 9, там время до обеда, время после обеда, да, в англоязычных странах делятся АМ и ПМ, да, время. Теперь, знаете, человек живет в ткуфот в периодах, называется это, погодных, да, таких, то есть есть весна, есть лето, есть осень, есть зима, и это абсолютно разные влияния на человека. И человек живет в духовных периодах, в которых тоже абсолютно разное влияние, у каждого духовного периода, у каждого праздника, да, вот сейчас Яков Шатадин нам сказал правильно, как написано в Шолханарохе, надо каждый день говорить с утра Муадим или Симха, времена для радости, вот сейчас период, который сейчас проходит, нужно прямо каждый день обязательно вслух говорить Муадим, вот эти вот времена, праздничные времена для радости, не для чего-то другого, а именно для радости. Сейчас мы находимся, представляете, какой очень важный период, 7 дней, вот мы сейчас находимся как раз посередине этого периода. Значит, вот я хотел про этот период поговорить, мы находимся с одной стороны в полупраздничных днях между первым днем Песоха и последним днем Песоха, есть 7 дней, которые называются Холь Амоид, то есть они называются будничный праздник, дословно переводится. И главная работа этих 7 дней это радоваться, то есть нужно прям конкретно каждый день радоваться и мудрецы нам подсказали, как радоваться, я сейчас хочу подсказать, как радоваться, то есть чтобы мы выполнили вот это задание, задание, которое дал нам Всевышний и передали нам мудрецы. Значит, мы сегодня узнаем, как радоваться, будем сегодня очень активно радоваться. Сейчас этот урок закончим и будем радоваться. И, значит, второе мы находимся сейчас в периоде, которое называется Сферата Омер. Сферата Омер это считание, дословно переводится от Омера, то есть мы считаем дни от исхода из Едипта, то есть от Песоха, когда был исход из Едипта. И мы считаем каждый день, считаем 49 дней и 7 недель, мы считаем каждый день для того, чтобы прийти ко дню дарования Торы. Шавот скоро будет, значит, день дарования Торы, но, ну, привет, Ходорковская. И, значит, мы, вот, произносим мы благосостояние чуть по-разному, но это не так важно. Значит, еще раз, значит, мы находимся в периоде Мадим-Лесимха и, значит, и находимся мы в периоде Сферата Омера. Все. Теперь, как радоваться в эти дни, как надо радоваться в эти дни? Значит, мудрецы нам сказали, раньше у человека было очень просто радоваться. Вот, вы знаете, мы сейчас живем в такое время, когда мы украли, можно сказать, не мы украли, у нас исчез самый, самый мощный и простой источник радости, которым пользовалось человечество на протяжении всей истории. Значит, на протяжении всей истории человечество больше всего радовалось еде. Еде, потому что был голод. Когда человек голодный, я по себе знаю, специально вот у нас осталось где-то 9, около 9 дней постов в году, а люди, которые такие по-настоящему вот хотят, аншей массы, которые хотят служить Всевышнему еще более, такие профессионал, да, уровень профессионал, они постятся каждую неделю в понедельник и в четверг, дни, когда читают Тору, они постятся. И вот, когда человек постится день, он не ест, не пьет, пост в иудаизме это не на воде, это без еды и без воды. И когда человек постится, и после этого он кушает, то он чувствует и ощущает совершенно по-другому вкус еды и вкус воды. Его это настолько радует, настолько оно его прям насыщает, оживляет и включает, что просто нереально. Теперь раньше люди, например, они же как, не было же холодильников, не было возможности сохранять надолго еду. То есть это было достаточно сложно сохранить еду, там, ну на зиму, я помню, особенно в холодных временах, какую-то картошку в погребах сохраняли, но это все такое было. Значит, и поэтому люди, когда наступала вот эта вот весна, праздники, вот в Маадим-Лесим-Хадо, в эти полупраздничные дни, надо делать две трапезы, две праздничные трапезы. Маца, обязательно есть мацу, говорят по Веленскому Гаону, что в Торе прямо напрямую написано, 7 дней ешьте мацот, то есть есть заповедь, каждый день есть мацу, и делать, выпивать по там стаканчику вина, небольшому, очень маленькому, и, значит, это называется праздничная, одевать праздничную одежду. Тоже раньше люди, я помню, в моем детстве даже, в моем детстве, я себе сам там перешивал какие-то джинсы своего брата, какие-то донашивал его кроссовки, какие-то костюмы был, по наследству переданный костюм. И, значит, это была одежда, научился я в 16 лет, или там раньше чуть-чуть, брюти шить, и я шил брюти сам, закройщик, в то время не было. А когда я получил первые свои кроссовки Адидас, в сборной СССР я был, вот я получил первые кроссовки Адидас, я их вот так поставил в номере на телевизор, и час на них смотрел, вот так вот любовался. Просто не мог налюбоваться, потому что это были первые мои кроссовки Адидас, Адидас Торшин, да, тогда это было. И, значит, первое, как советуют радоваться мудрецы, это, это что делать? Это трапеза, да, делать праздничные трапезы. Теперь, ну, нам еще раз повторю, что нам стало тяжелее из-за этого получать радость, потому что у нас доступная еда круглый год, заходишь в супермаркет, это, ну, очень огромный выбор, и стало тяжелее радоваться. Теперь, что еще делали в радости? В радости танцевали. Танцевали, то есть делали физически вот эти вот движения такие танцевальные, и, значит, прыгали, танцевали. Тоже отличная, отличная идея поднять себя в радости. В общем, Мадим Лесимхан, нужно эти дни радоваться. Для этого мудрецы, что сказали, нельзя работать, нельзя работать, но они разрешили некоторые виды, некоторые виды работы разрешили, что если у тебя будет денежная потеря там и так далее, то, конечно, можно работать. Значит, можно работать. Теперь дальше. Что еще нужно делать в эти дни? В эти дни, что нужно делать, чтобы радоваться? Вообще, самая большая радость, это правильное мировоззрение. То есть, самая большая, зачем мы вот изучаем Тору, да? Говорят, что есть очень много радости в изучении Торы. Когда ты изучаешь Тору, ты углубляешься в такие духовные пространства, что у тебя наступает радость, ты все знаешь, что как все хорошо в жизни, как Всевышний тебя любит, как Он тебе дает многое. Значит, у меня, например, наступила огромная радость вот в этот Песах, в этот Песах я, значит, ну, в Песах обычно ждешь какого-то духовного прозрения, прорыва. То есть, вся вот эта вот, весь антураж, да? Что ты съедаешь мацу, потом горькая зелень, потом маца с горькой зеленью и так далее. Потом, значит, по ходу дела ты выпиваешь 4 стакана вина, пьешь 4 этих стакана вина, 4 стадии освобождения, и там Левербердер. И вот я лично каждый Песах жду какого-то духовного прозрения. Вот мне нужно какое-то духовное такое, ну, вот выход на свободу, да? То есть, они-то вышли на свободу из полной безнадёги, из совершенно такого места, из которого нельзя было рабам даже убежать. То есть, это была такая страна, в которой вот была безнадёга такая настоящая. И тут они выходят, их выводит Всевышний, огненный столб, они идут, море расступается. То есть, очень хочется вот этих спецэффектов в жизни. То есть, хотелось бы, чтобы Всевышний проявился. И, значит, в этот Песах у меня было такое вот, знаете, как хидуш, я хочу с вами поделиться. Именно я прочитал книгу. Книга называется «Уроки лидерства». Написал её Раф Джонатан Сакс. Это он был раввин из... Главный Раф Англии. Он умер в этом году, чтобы... Пускай этот урок будет для поднятия его души. Значит, Раф Джонатан Сакс, он был там очень великий раввин в Англии. Написал 25 книг. Был глава всех раввинов с королевой. Как к ней ходил, как к себе домой в гости. Любила его королева английская очень сильно. Дала ему какое-то звание. Там пер он стал, рыцарь. Я не знаю, как они в Англии называются. И вот, значит, он рассказывал там в одном месте о исходе из Египта. И он такую вещь интересную обратил внимание. Смотрите. Он говорит, вот возьмём еврейский народ, да? Бог сделал для них чудеса. Чудеса прям невероятные. Десять казней. Раступилось море. Исход из Египта. И что? И они жаловались. Они жаловались. Они, значит, то им воды нет, то им мяса нет, то им того нет, то им всего нет. Землю Израиля боимся за те. У них была психология такая арабская. Да? Вот всё время жаловаться и ждать, что будет плохо. Лордом он был. Вот мне это напоминает. Он был и лордом был, и пэром, наверное, тоже был. То есть и лорд, и пэр. И там другими его называли красивыми английскими словами. Член палаты лорда. Вот это подсказывает. Хорошо. Так вот он обратил внимание на такую вещь. Что еврейский народ времён выхода из Египта, он был, его главная была такая черта, о которой даже говорится в Перте вот. Что гневали они меня десять раз, говорит Всевышний. Как они гневали? Они всё время жаловались. Да? То не так, это не так. То не подходит, это не подходит. То есть всё им не подходило. Но откуда шло вот эта вот привычка жаловаться? Да? Это арабская психология такая, когда ты не ждёшь ничего хорошего, и ты всё время обращаешь внимание на всё плохое, что есть у тебя в жизни. Теперь, значит, а в какой момент они перестали жаловаться? Они перестали жаловаться не после всех чудес, которые Всевышний на них сделал, для них сделал. Они перестали жаловаться в момент, когда они построили Мишкан, когда они сдали деньги на Мишкан, когда они все начали нести деньги на то, что называется, Скиня, почему-то на русский переводят странные слова-таки, Скиня, да, откуда эта Скиня взялась. Мешкан, Мешкан это был передвижной храм, да, в который они сдавали свои деньги, сдавали свои, значит, давали недовод, это то, что они от себя давали. И в этот момент они перестали жаловаться, изменилась их психология. И он такую фразу сказал, для меня это была вообще самая главная фраза этого Песоха, вот такая прям изменила мне мышление. Он говорит, смотрите, если Бог что-то делает для человека, это человека не меняет. Обычно вот люди, ну мы все встаем утром, нам же никто не обещал, что мы проснемся, мы здоровы, у нас там пища переваривается и так далее. То есть руки есть, ноги есть, глаза видят, человек за это не благодарит, а зачем, зачем, значит, за это благодарить, это же норма. И человек, он отмечает, все время отмечает, что ему не хватает, не хватает, не хватает. Теперь, сколько бы Бог не делал чудес для человека, то это человека не меняет. А что меняет человека? То, что человек сделал для Бога. Когда ты начинаешь выполнять заповеди, когда ты начинаешь делать, вот эта фраза Лорда Джонатана Сакса, Рава Лорда Джонатана Сакса, он говорит, человека делает религиозным не то, что Бог сделал для него, а то, что человек сделал для Бога. Вот это вот очень важная вещь, которая, ну, совершенно как бы застал меня по-другому посмотреть на все усилия, кого-то приблизить там и так далее. Человек, если он хочет к Богу приблизиться, он должен делать шаги. Сколько бы Бог не делал шаги, или там религиозный человек, который пытается нерелигиозному человеку что-то сделать, помочь, приблизить его, а тут говорит, о, какой дурак, вот это вот фраер такой, да, он тут помогает, здесь помогает, тут помогает, там помогает. Не, нужно побуждать людей что-то самим делать для Бога. Молиться, просить, делать заповеди, помогать и так далее. Очень сильная мысль. Вторая, вторая была у меня очень такая интересная в этот Песах история, вторая была интересная история, это, я прочитал историю про одного из самых известных сейчас раввинов, хаббатских, который, он посланник в Лос-Анджелесе, я про него очень много слышал, зовут его Раф Шлома Кунин. Шлома Кунин, и он, вот про него рассказывали чудеса какие-то, то есть это человек, который меняет реальность, там, тысячи-тысячи людей он помог им стать религиозными. Ну, то есть, знаете, есть вот такие люди, которые очень-очень влияют от Всевышнего. Я, ну, слышал про него много раз, и тут я читаю историю о том, как ему было тогда 16 лет, история про него, когда ему было 16 лет. Ему было 16 лет, это был 1958 год, и он пришел к Любавическому Рэбе, это был канун Песаха, да, то есть вечером наступает праздник, пришел получить у него из его рук, получить Мацу. Мацу, значит, для Седера. А он жил тогда в Бронксе, в Бронксе, в Америке, в Нью-Йорке, и, значит, он получает от Рэба Мацу, а Рэба ему говорит, ты где живешь? Он говорит, в Бронксе, 1958 год. Рэба ему говорит, о, отлично, ты можешь еще одному человеку от моего имени передать Мацу? Ну, Шлома Кунин говорит, конечно, могу, как, конечно, могу, какой вопрос. И берет пакет Мацы, также для какого-то человека, записывает адрес и едет. Значит, а тогда, представьте, 1958 год, какое тогда было в Нью-Йорке метро, старые поезда, все, и поезд, на котором он ехал, ломается, перекрывает все метро, ехать дальше не может, и он выходит пешком и начинает идти пешком искать адрес, который ему дал Рэба, чтобы передать Мацу. Подходит он к дому, такие, а я вот, я какое-то время жил в Нью-Йорке полгода, я вот помню в Бронксе, такие дома многоквартирные, огромные старые дома, которые государственные дома, где жили малоимущие люди, им давали там маленькие такие квартирки, как общежития. И он, значит, подходит к этому, такому дому, адрес ему дал Рэба, такой малоимущий этот дом государственный, общежитие. Он находит квартиру, открывает ему дверь, а уже наступает праздник Песох, все, заходит Песох, уже носить ничего нельзя, уже, а, в Песох можно носить, вот, вот, вот это у меня не сходилась история, я думаю, как же он шел, искал и не мог, носить-то нельзя, а сейчас я вспомнил, что это же не Шаббат, это Песох, можно носить, еду можно носить. Да, да. Не-не, это не был на Шаббат, это именно был будний день, и он поэтому спокойно унес, а я думаю, я читаю рассказ, и у меня вот эта деталь мне чуть мешала, что он ходил, искал, а уже наступил Песох. И вот он, значит, заходит в какую-то квартиру, и открывает ему дверь мужчина в шортах, в татуировках весь, без кипы, видно за его спиной, это маленькая комнатка, и на столе, на столе лежит буханка хлеба, в Песох нельзя есть хлеб. И этот Шамакунин, ему 16 лет, он в этот момент, он говорит, я вообще не понял, как меня Рэби сюда послал, и он говорит, вы такой-то? Тот говорит, да. Он говорит, Рэби передал вам отцу, тот говорит, о, говорит, вообще заходите. Значит, он заходит, и видит, что те не собираются, выходит женщина беременная на кухню, за ней выходят два ребенка, две девочки, 5-6 лет, слепые, он видит, что они слепые. И он тогда, вот это вот то, как формируются люди, которые потом становятся великими раввинами, которые, значит, ему 16 лет, у него такая мысль, чего Бог от меня сейчас хочет, чтобы я ушел или чтобы я остался? И он говорит им, а давайте сделаем паскальный седр, давайте я вас научу, как делать паскальный седр, вы же, наверное, не знаете. Они говорят, да, мы не знаем. И они садятся, и он им делает паскальный седр на маца, а вместо четырех стаканов вина, он берет четыре стакана воды, потому что не было ни вина, ни сока, очень бедная семья. И он им рассказывает про исход из Едипта, про то, как евреи были рабами, как Бог вывел их из Едипта, как он рассказывает им вот эту всю историю, и они едят мацу, а маца называется хлеб веры, прямо она так и называется, хлеб веры. И они едят мацу, и он говорит, они так меня слушали, прямо вообще, каждое впитывали слово. И вот мы провели этот паскальный седр, я уж как мог рассказал про веру, про Всевышнего, что Всевышний всегда о тебе помнит и так далее. И они прямо были, ну вот очень, очень это их прям перевернуло это событие. Теперь, значит, я, говорит, в конце спрашиваю, а какая у вас связь с Рэбой Любавичем? Какая у вас связь? Он говорит, вы знаете, я работаю на мясокомбинате дубильчиком шкур, и у нас родилось двое детей первых, двое детей родились слепыми, и жена опять забеременела, и врачи сказали, что надо делать аборт. И я не знал, что делать, встретил там на мясокомбинате Равина, и Равин говорит, такие вопросы надо написать Любавичскому Рэбе. Я написал Любавичскому Рэбе письмо о том, что вот такая ситуация, что делать? И Рэбе мне ответил, что вы должны верить в Бога, Всевышний вас никогда не оставит, даже не думайте про аборт, даже думать про это не думайте. Значит, Бог вам поможет, все будет хорошо. И говорит, мы вот как раз получили это письмо, и мы сомневались, какое будет хорошо, у нас в жизни ничего хорошего вообще не было. Как мы можем верить, что будет хорошо, если у нас вся жизнь была только плохо? И в этот момент вот заходишь ты с этой мацой, и мы поверили, что есть чудеса, что есть вот как вообще, как это Рэбе вспомнил про нас. А он, представьте, он когда писал ответ, он запомнил адрес и сказал ему принести вот эту мацу. Теперь, значит, и этот Шлома Кунин дальше пишет. Ну, я еще какое-то время был в контакте с этой семьей, у них родился абсолютно здоровый, зрячий мальчик, который, ну вот, видел все. И говорит, потом, я через несколько лет тоже опять с ними встретился, что эти две девочки, они выросли, вышли замуж, и у них родились абсолютно зрячие дети, здоровые дети, все было хорошо. Вот такая эта история, я прочитал тоже на Песах, очень она меня тоже вдохновила, надеюсь, что вас тоже она вдохновит. Значит, сейчас мы находимся, Мадим Лесимха, нужно продолжать семь дней есть мацу, каждый день две трапезы с мацой. Маца называется хлеб, хлеб веры и хлеб здоровья. То есть, вот в самом вот этом вот поедании, этой мути с водой, в которой нет закваски вообще, и изучение, изучение в это время, вот эта вот история, как Бог проявился и вывел целый народ из другого народа. И, значит, называется хлеб, хлеб веры и хлеб здоровья. Есть множество чудесных историй о том, как менялась жизнь после того, как люди ели в Песах мацу в течение семи дней. Как оно меняется, мы не знаем. Вообще, как работает этот мир, ученые не знают до сих пор, как атом устроен, вот так глубоко. То есть, они пытаются понять, как он устроен, но вот именно понять до конца они так до сих пор и не додумались. Этот мир, он непознаваемый, этот мир, он сотворенный, этот мир, он очень хорошо работает. И, значит, с Божьей помощью, чтобы мы через вот такие вот свои действия, именно действия, в сторону Всевышнего, удостаивались приближаться к Нему, соединяться с Ним. И удостаивались чудес. Но именно тот, кто делает шаги в направлении к Всевышнему, он потом и удостаивается чудес, и понимает, от кого эти чудеса. А те люди, которые не верят, так у них, ну, даже если у них чудеса происходят, они только и ищут, только они ищут какое-то логичное объяснение для того, чтобы объяснить себе и другим, что это не чудо. Поэтому зачем Богу делать для них чудеса? Все, всем удачи и успехов, до завтра. Завтра с Божьей помощью в 10 утра. В 10 утра мы продолжим. И все, всего хорошего. Да, хорошего дня.